доброго времени суток youtube уважаемые видео слушатели моего канала и сегодня я хотел бы поговорить вот о чем опять сегодня в очередной раз у меня уже такое видео было и я его снова повторяю ко мне пришли люди значит супружеская пара проблемы семейные с детьми проблемы с родственниками проблемы и финансовые проблемы как всегда куда же без них может быть это и первейшая проблема любого жителя российской федерации россии да и мира может быть в целом финансы деньги благополучие материально материальное благополучие прежде всего значит прошла консультация не буду сейчас даваться в подробности не в этом суть суть в том что это видео крик души в очередной раз не один десяток людей перед моими глазами таких прошло и одиноких и семейных людей ну то есть разных совершенно разных разных возрастов много 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 консультаций всегда какая-то тема затрагивающие вопросы финансирования денег и так далее и так далее и тому подобных вещей и вот эта пара которая сегодня ко мне пришла снова начать у них там свои проблемы и финансовая проблема прежде всего как одна из ведущих компонентов их неблагополучие социального бытового социального материального духовного в конце концов и так далее отсутствие роста развития как следствие и так далее и тому подобные вещи так вот я вам что хочу сказать дорогие мои жители российской федерации россии ни в коем случае ни при каких обстоятельствах я вас умоляю не берите никаких кредитов вот у вас есть возможность взять кредит не берите это долговая яма это смерть забудьте кредитных карточек делай дебетов ради бога берите там понятно какие-то платежи коммуналка там плата магазинных покупок каких-то и так далее кредиты брать в российском государстве в нашей реальной действительности ни в коем случае нельзя это смерти подобно это долговая яма в нашем бандитского роском государстве это все не прокатывает вас обманут облапошат и так далее и тому подобные вещи ни в коем случае нельзя значит вот если видите надпись банк на здании висит да вы знаете что вы идете и там или едете неважно мимо бандита то есть вот раньше были да то есть люди которые добывали себе хлеб насущный ограблениями на большой дороге так вот каждый банк независимо от его название расположение пафосности я не знаю распиаренности как угодно любых предложений там льгот которые не предлагают процентов по платежам кредитам различным это бандит на большой дороге и каждый банк независимо от его его принадлежности кому что он находится по крайней мере в россии это точно это просто-напросто бандит в нашем бандитского роском государстве это первый бандит с которым мы сталкиваемся ежедневно и нам может быть еженедельно еженедельно ежемесячно и так далее предложение каких-то кредитов от банков и так далее так далее так далее это все попытка сделать вас беднее и хуже участие сейчас очень модно популярно это идет тема нам предлагаются различного рода финансовые якобы положительные пирамиды боевые фонды участие приобретении акции как отечественных так и зарубежных участие в каких-то там форекс в том числе на форекс это совсем просто лохотрон сплошной мелкокредитной организации точно также игра различного рода на бирже сейчас вот это все очень популярно то есть играйте на бирже там значит если вы проиграете мы вернем ваши деньги и так далее это вот тоже как бы это развод это бандитство то есть банки это бандит вот читайте слова банк бандит ни в коем случае нашей реальной действительности вот даже вот сегодняшний пример нельзя нельзя ни в коем случае держать деньги в рублях в евро в долларах в чем же и держать спросите у меня да ни в чем не держать ни в коем случае нельзя недвижимость да то есть приобретение недвижимости машину машина это выехали за ворота авто автоцентра вы тут же потеряли 25 процентов ее стоимости покупка недвижимости это очередные расходы по принципу не было у бабки проблем купила бабка порося это 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 просто неподъемным недвижимость квартиры паевые фонды евро доллары не мечитесь живите спокойно получаете радость и удовольствие от этой жизни как сохранить свои сбережения в нашей реальной действительности в российской федерации нашим еще раз повторюсь бандитского русском государстве это невозможно если это происходит где-то на западе где более менее цивилизованные люди живут соответствующие там банковские проценты кредиты какие-то до человеческие ипотечное кредитование и так далее я знаю такие примеры наверное там действительно это более справедливо социально обустроена и социально справедливо устроена в нашей же реальности в нашей действительности такого нет у меня есть знакомый хороший интересный человек он финансист по образованию профессор не москвич то есть не человек который там пиарится на этом всем мы с ним периодически общаемся и он горит об одном простом явлении если можете себе такое позволить покупайте инвестиционные монеты то есть это можно причем их покупать благодаря ebay на западе там британии там в канаде в австралии покупать наши в конце концов инвестиционные монеты там георгий победоносец я не знаю там волки что еще там у нас есть не знаю я небольшой в этом специалист но неважно то есть для сохранения какого-то благосостояния на свою пенсию на старость и возможно с передачи это все своим потомкам это единственный возможный инструмент в нашей реальной действительности все остальное лишь временные какие-то ситуативные ситуационные моменты как то там покупка новой машины кредиты недвижимости жить надо конечно сейчас но жить надо чем-то более радостным светлым нежели вот всеми этими делами типа по поевых фондов перекладыванием денег в доллары в евро в рубли покупка недвижимости квартир это все суета сует это ничего не стоит если только не заниматься какими-то профессиональными как бы профессиональным заработком этим для простых гражданам то я себя таковым отношу это все неприемлемо никакие кредиты там участие в боевых полфондах покупка долларов евро это все не то что нам может помочь и спасти вот просто пример даже вот этих сегодняшних людей которые пришли мы три с лишним часа сидели с ними разговаривали на эти темы то есть обсуждали как поступить тут в той или иной ситуации с точки зрения потому что в полном раздрая как говорится да и она и он душа не на месте депрессия консультация трех с половиной часовая и это все очень плохо выглядит это все портит вашу карму вот все эти разговоры о финансах пифов долларах евро это это все ни чему в конечном итоге не приводит что мы даем то мы получаем поэтому не участвуйте во всем этом это крик мой моей души не участвуйте в этих среди делах сторонитесь банков кредитов заклинаю вас это все ошибка если вдуматься и понять о чем идет речь в этом вопросе благодарю за внимание и удачи вам